Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня приглашаю вас на прогулку в детский парк Камыш Таидин. Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Стадион Динамо. Так, это центральный вход на стадион Динамо-Арена и установлен памятник Борису Пайчадзе. Здесь уже Муштаиди парк с забором. И полотаны, желтеющие. И за входом продают всегда для малышей. Всякую мелочевку. Здесь установлен памятник паровозу, который раньше здесь работал в этом парке. Это первая железная дорога, построенная в СССР в 1935 году. Имеет длину 1200 метров. Здесь железная дорога. Всегда можно было прокатиться на поезде. Сейчас закрыто. И вот этот старинный сбоку паровоз. Мы всегда здесь катались. Поезд проходит вокруг парка, доезжает до набережной и возвращается обратно на эту станцию. Волшебная каруселька детская. Здесь установлен памятник великанам из грузинских сказок. Вот такие красавцы. Сзади там кафе. Это вообще парк, в который мы всегда ходили с сыном, когда он был маленький. Потом началась пандемия, и он вырос. Здесь всегда тоже ели в этом кафе. И ездили сюда очень часто. Почти каждую неделю. А это старое чертово колесо. Еще советского производства. Здесь фонтан летом работает. Сейчас уже не работает. И детские горки. Змейка. Смотрите, какая осенняя красота. А здесь аттракцион. Садишься на них сверху и скачешь. В зависимости от возраста. Разный размер лошадки. Ну, а здесь машинки. Электронные, электрические. Напоминает тоже советское детство. Ну, понятно, что они сейчас современные, но именно вот это место. Платан. А вот здесь такая менее, ну, это не железная дорога, а машинки ездят вот по таким рельсам, по кругу. Только что-то сегодня, хотя воскресенье, что-то часть всего не работает. И мне нравятся аттракционы, где можно было садиться с ребенком. И мы вместе с сыном катались. Вот здесь очень интересно, кстати, было проехаться. Там уже современный аттракцион. Машина вот такая. Здесь продают мороженое. Там можно и наверх подняться. Коффь, мороженое. Так, здесь летом на лодочках. Для совсем малышей. Водичку наливают, и они катаются. Ну, для совсем крошек. И вот это качель, лодка. Посмотрите, там здание Давид Кинга просвечает сквозь деревья. Сегодня, представляете, сегодня какое, 22 октября. Сегодня 25 градусов на улице. И вот еще одна голова великана. У него только цвет глаз меняют. Они то голубые, то сейчас черные. Такое местечко. Вот у этого великана сзади сделаны, как будто, волосы. И большие уши. А вот это какое-то новое местечко. Такое красивое. Уютное. Это, наверное, к кафе относится, как он давал. Написано там, Муштаиди-Лэнд. У этого парка очень интересная история или легенда. В первой половине 19 века Сад на этом месте разбил перс Ага Мирфитак Муштаид в память о своей безвременно умершей супруге Грузинке. Эти земли площадью около 50 десятин были получены им в дар от российского правительства за услуги во время русско-персидской войны 1826-1828 годов. В 1853 году сад был выкуплен городскими властями и превращен в городской парк. По имени прежнего хозяина он стал называться Муштаиди. Парк служил местом приема высокопоставленных гостей. Вот здесь сцена. Здесь проходят разные уличные концерты или какие-то праздники. На Новый год здесь тоже елку ставят там по центру и украшают парк. На рубеже 19-20 веков парк считался лучшим в городе. Здесь установлены всякие киоски. Видимо, тоже проходят какие-то мероприятия. Где-то Белвино написано было. Наверное, свою продукцию показывают. В 1887 году в парке была организована станция Кавказского шелкопряда под руководством Николая Николаевича Шаврова. Само здание музея находится на другой стороне дороги, но сейчас там идет ремонт и все здание закрыто забором и лесами. И вот здесь тоже статуя. И вот такая аллея. Зеленый оазис. В центре города. Что, бамбук? Там бамбук маленький, да. Здесь еще одна железная дорога. Она очень маленькая, но она проходит вот в такой тоннельчик. Так, поезд заходит, делает круг. Всего два круга делает. Вот как раз этот поезд и поехал. Такой сказочный, с вагончиками, с детскими. Там детки едут. И вот он так по кругу туда сейчас пойдет. Так, акцион. Лодочки по кругу ездит. так вот. Продолжение следует... Смотрите, какой красивый граффити на доме. Девочка с зайчиком. Вот такой парк есть в Тбилиси. Находится в стадионе Динамо. Наша прогулка подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Делитесь видео с друзьями. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok